Евангелие от Матфея, 16 глава. И приступили фарисеи и садукеи, и, искушая его, просили показать им знамения с неба. Он же сказал им в ответ, «Вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо красно. И поутру, сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный, знамения ищет, и знамения не дастся ему, кроме знамения ионы пророка, и, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им, «Смотрите, берегите закваски фарисейской и садукейской». Они же помышляли в себе и говорили, «Это значит, что хлебом мы не взяли». Уразумев то, Иисус сказал им, «Что помышляете в себе, маловерные, что хлебом не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на пять тысяч человек, и сколько коробов вы набрали? Не о семи хлебах на четыре тысячи, и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам, берегите закваски фарисейской и садукейской? Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и садукейского. Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают меня, сына человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небеса. И я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камня я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, «И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но о том, что человеческое. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые стоявших здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого грядущего в Царствии Своем. Аминь. Аминь.